Такого масштабного ремонта дорог Елец не видел давно. Одни улицы города твёрдое покрытие получат впервые, на других – текущий капитальный ремонт. Два километра колхозный скоро закончат. Асфальт сюда везут из Воронежской области. Даже на нашей стадии производства работы идёт двойной контроль. Первое – это производитель гарантирует качество той смеси, которую он поставляет. Мы не можем ему не доверять. Но со своей стороны мы проверяем, лаборатория проверяет, действительно ли всё это соответствует тому, что говорит нам производитель. В лаборатории сейчас горячая пора. Проверяют всё – качество песка, щебня, асфальта. Их взвешивают на воздухе и воде, помещают в вакуум, испытывают под прессом. Также определяют основные параметры смеси и соответствие с НИПом. Таких делается 9 образцов. Три образца ставятся в вакуумную установку. Три образца испытываются при температуре в воде, при температуре 20 градусов воды и 50 градусов. К производителям смеси обычно претензий нет. Качество покрытия будут проверять после укладки. На испытания вырежут образцы. Толщина, водонасыщение, уплотнение, контроль качества сегодня на самом высоком уровне. Важное условие для качественной укладки асфальта – каток с вибротрамбовкой. Правда, как оказалось, в старинном Ельце – это проблема. Возьмем такие улицы, как Братьев Родионовы, Крупской, Переулки. Дело в том, что там стоят старые дома на бутом фундаменте в глубиной заложения 400-500 миллиметров. И когда мы включаем вибротрамбовку, то эти дома начинают просто качаться, как соломенные домики. Получится ли соблюсти все условия для качественного покрытия, покажут испытания и эксплуатация. Несколько улиц в Ельце уже получили отрицательное заключение. Правда, у другого подрядчика. Екатерина Кузьмичева, Лариса Кучеркова, Андрей Плотников. Липецкое время. Елец.